А сейчас такая жизнь. Сегодня работа есть, завтра нет. Ее к чему брать себе на шею вешать? Лучше занять у друзей или все-таки в банки взять? Например? Лучше в банки взять. Почему? С друзьями лучше не связываться, станут врагами. Пока не приходилось. Мне было нужно. Нет, не буду. Почему? А зачем? Я пенсионерка, я с чего буду упать? По недавнему исследованию в ЦОМа, россияне стали чаще брать кредиты. С 2009 года процент семей, у которых есть долг перед банком, поднялся с 26% до 53%. Но с начала пандемии этот показатель стал снижаться. Чаще деньги берут молодые люди от 25 до 44 лет. Связано это с периодом интенсивной работы, свадьбами, покупками квартир, машин и так далее. Хотя сейчас люди старше 60 тоже активнее приходят в банки. Так как же брать кредит и не остаться должником на всю жизнь? Для начала постарайтесь найти дополнительные источники дохода. Например, получить статус самозанятого. Налог на доходы такого бизнеса намного меньше. 4% с каждой транзакции, если клиент физическое лицо, и 6% если юридическое. У статуса самозанятого много плюсов. Официальный доход без страха проверки налоговой. Низкое налогообложение. Возможность совмещать с основной работой. Никаких финансовых отчетов. Все проходит автоматически в специальном приложении «Мой налог». Если же без кредита никак, то лучше заранее знать некоторые правила. Распишите бюджет. В идеале платежи по кредитам не должны превышать 30% дохода. Не берите кредит в первом попавшемся банке. Поищите место с подходящими условиями. Внимательно читайте договор. Знайте права. Берите кредит только у банков с лицензией. Там нет проблем с коллекторами. А вот если уже взяли деньги в сомнительные организации и поступают угрозы, обращайтесь в полицию. Запугивание противозаконно. Если нечем платить, не скрывайтесь от банка. Компании идут навстречу и помогают сделать рефинансирование или даже кредитные каникулы. Не забывайте о платежах. В идеале перевести деньги за 5-7 дней до назначенной даты. Если опоздаете, назначат штрафные пенни. После погашения кредита возьмите в банке справку о закрытии долга. Так точно будете уверены, что долг закрыт. Как оценить свои шансы получить кредит? Одного вашего обращения в банк недостаточно. Кредитор проверяет вас по базам. Брали ли вы раньше кредиты, исправно ли платили и так далее. На кредитную историю влияют неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, задолженность по алиментам, квартплате или платежам ЖКХ, невыплаченные налоги и любые другие долги. Два раза в год вы можете бесплатно запросить свою кредитную историю. Сделать это можно на сайте Госуслуг или Центробанка. Самое важное для кредитной истории – отсутствие систематических просрочек платежей в течение длительного времени. Несколько на пару дней вряд ли станут причиной отказа. Если вы уже испортили кредитную историю, ее можно исправить, но, увы, это долгий процесс. Банкам нужно показать, что вы исправились и теперь платите вовремя. Один из вариантов – оформить кредитную карту и аккуратно платить с нее, а после вовремя погашать задолженность. Подробнее о кредитах и финансах смотрите на сайте Финкульта. В правильных руках кредит может стать верным помощником.